Добрый вечер, Гомель! В Гомеле, во Дворце культуры производственного объединения «Гомель-Древ» был создан фотоклуб «Полесье». В 1981 году этот клуб получил звание «Народное НО», а в этом году фотоклубу «Полесье» исполняется 45 лет. О развитии клубного фотографического движения в целом и о легендарном «Полесье» в частности поговорим сегодня. Этим добрым вечером мы начинаем, не переключайтесь. Легендарному фотоклубу «Полесье» исполняется 45. Как все начиналось и как развивается история фотографий в нашем городе сегодня, об этом не только поговорим с моими гостями. Сегодня у нас в гостях директор музея истории города Гомеля Юлия Купреева. Добрый вечер. Добрый вечер. И руководитель фотоклуба «Максимус» Руслан Карпов. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну а чуть позже с нами на связь выйдет один из участников «Народного клуба «Полесье», фотоклуба «Полесье» Константин Иванович Антоненко. А также к разговору присоединится наша гостья из Минска. Профессиональный фотограф, член Белорусского общественного объединения фотографов, член Белорусского союза дизайнеров, автор выставки «Свет и тени», которая, кстати, в эти дни проходит в стенах Музея истории печати и фотографии города Гомеля, Еленка Домброва. Это все будет чуть позже, поэтому впереди у нас много интересного. Я бы хотел наш разговор начать вот с такого вопроса. На ваш взгляд, можно ли Гомель назвать городом фотографирующим? Руслан, как вы считаете? Безусловно, можно, если посмотреть, сколько людей сейчас гуляет по парку с фотоаппаратами, то да, Гомель – это фотографирующий город. Но селфи в расчет идут многочисленные? Ну, селфи – это ведь тоже снимок, конечно, да. Юлия, что скажете? Ой, вы знаете, безусловно. Вообще фотография настолько вошла в нашу жизнь и является даже частью нашей жизни, да. У каждого есть фотоаппарат. И вот, вы знаете, сегодня я поймала себя на мысли, находясь на мероприятии в честь столетия ВЛКСМБ. И там люди, которым уже за 70, они также берут в руки фотоаппарат, то бишь телефон сегодня отыгивает роль фотоаппарата, фотографируются очень активно, фотографируют то, что есть, то бишь сегодня у нас, наверное, это уже как часть нашей жизни, часть образа жизни, да. Но в то же время профессиональные фотографы, которые всю жизнь проработали с фотоаппаратом профессиональным, они говорят, на какие-то фотографии смотрят, говорят, это селфи, это не фотография, то бишь какое-то такое традиционное отношение к селфи, не очень хорошее, да, среди профессионалов. Но мы понимаем, что мы без фотографии уже не можем. Но все-таки классическая фотографическая школа, та, которая была вот со времен фотоклуба Полеси, она до сих пор, скажем так, активно дает о себе знать. Она есть. И я даже думаю, что, наверное, фотоклуб Полеси, он не так просто появился, да, ведь он появился благодаря тому, что были профессиональные фотографы, благодаря тому, что десятилетиями уже была наработана база. Ведь фотодело в Гомеле развивалось и в начале 20 века, и в середине 20 века, послевоенное время в особенности, да, когда, скажем так, восстановлены были города, когда появилось время для творчества, то, конечно, фотографы начали объединяться в объединение и развивать как фотоискусство фотографию. Ну вот, если объективно посмотреть на историю Гомеля фотографического, какое место здесь занимает клуб Полеси? Ой, вы знаете, фотоклуб Полеси, он занимает огромную роль и нишу в истории фотографии Гомеля, и не только, но еще и Беларуси в целом. Он прописан в учебниках по фотографиях, либо в книгах, которые посвящены истории фотографии. Фотоклуб Полеси еще и почему отыгрывает огромную роль? Очень многие фотографы, которые сегодня работают, они каждый раз, когда мы встречаемся, говорят, вот фотоклуб Полеси, было то-то, то-то, вот фотоклуб Полеси, мы делали то-то, то-то. И мы решили, скажем так, изучить историю фотоклуба, мы решили немножечко поговорить, поработать с теми фотографами, участниками фотоклуба, которые бы, может быть, часть архивов нам передали, может быть, рассказали бы об истории фотоклуба. И вот над этим мы сейчас активно работаем. И по крупицам, скажем так, по каким-то воспоминаниям собираем историю фотоклуба. Поэтому она занимает огромнейшее место. И, скажем так, на фотоклуб Полеси равняются, да, потому что даже часто говорят, что вот у нас, например, существуют фотоклубы, а вот был фотоклуб Полеси. Ну, как, с одной стороны, может быть, это как ностальгия какая-то, да, может быть, а вот было так, когда говорят раньше, что это было так, а сейчас вот так. Это, безусловно, бренд. Почему? Потому что это был качественный фотоклуб, который есть, как современным языком говорить, был продукт, который был востребован не только на территории города Гомеля, да, но мы знаем, что огромное количество выездных выставок было работ фотоклуба, и здесь принимали мастеров с разных уголков мира, участники фотоклуба. Ну, я попытался найти информацию по фотоклубу Полеси в интернете. Просто минимум информации. Где-то в каких-то статьях можно увидеть фотоклуб Полеси, участник фотоклуба Полеси, руководитель фотоклуба Полеси, но про сам фотоклуб как собираете информацию вы? Если даже интернет не знает, интернет скуден этой информацией. Да, вы знаете почему? Потому что, мне кажется, произошел определенный разрыв, да, активная деятельность, она, ну, скажем так, уже в начале 90-х не было, да, как бы остались только какие-то крохи. Очень многие люди уехали, которые были последние годы активными участниками фотоклуба, и как-то немножечко это прервалось, да, поэтому в тот момент, когда интернет очень активно стал использоваться, туда просто никто не залил эту информацию, да. Поэтому мы сейчас, как я сказала, по крупицам собираем. Мы, опять-таки, благодаря интернету, скажем так, связались с многими участниками фотоклуба, которые сегодня живут в Америке, в Израиле, ну и, безусловно, в самом Гомеле и в регионах, в том же Минске есть люди, которые когда сходили в его состав. Сегодня мы уже даже гордимся тем, что часть архива фотоклуба попала к нам в музей. Я хотел сказать, что в музее одна из основных экспозиций посвящена именно фотоклубу Полесье. Если информацию собирается по крупицам, как удалось заполнить несколько стеллажей? Да, ну, стеллажи у нас и архивные тумбы, они заполнены, конечно, материалом до отказа, поскольку, ну как, есть еще место, люди приносите, мы будем очень рады нам предметы и материалы. Мы собираем, видите, огромное количество и литературы. Раньше почему фотографы, ну, мы их уважаем, они профессионалы, они обучались у них, они выписывали специализированные журналы и так далее. И кто-то из фотографов, которые были участниками фотоклуба, когда переносят нам в архив, либо их родственники уже, да, уже многих не стало, приносят нам в архив фотографии и говорят, вот он был участником фотоклуба Полесье. И мы начинаем тогда спрашивать, а может быть, есть еще какие-то пригласительные, может быть, есть дипломы, которые вручаются. О, да, конечно, есть, мы принесем. Но обычно в архивах дома можно найти то, что считается... Итак, мы потом начали по фотографам уточнять, а вы были членом фотоклуба? Да, был. А вот, может быть, у вас что-то сохранилось? А где архив? И мы несколько лет, скажем так, гонялись за теми фотографиями, которые у нас сегодня здесь. Это такая целая детективная история, можно сказать, да. Кто-то говорит, вот хранилось у одного фотографа, потом было передано другому фотографу, потом я слышал, что там у того, у того, у того, поэтому мы потихонечку начинаем собирать. И вот я говорю, что огромное счастье, когда мы начали разбирать, у нас уже есть много папок, там, наверное, больше сотни фотографий участников фотоклуба Полесье. Конечно, еще есть и какие-то документы. А вот интересно, а сколько фотоклуб насчитывал участников? Есть ли такая информация? Вы знаете, мы тоже задавали многим участникам фотоклуба этот вопрос. Четкого ответа пока нет, просто в разные годы он, состав, безусловно, менялся, да. Начиналось это при одних людях, потом кто-то добавлялся, кто-то уходил. Потом, когда был, существовал еще и университет народный, соответственно, еще больше людей. Четкого количества пока у нас нет. Мы работаем над этим, ищем, ищем еще. Нам очень многие участники фотоклуба пообещали написать свои воспоминания, и тогда уже будем их сопоставлять. Я думаю, что сейчас этим вечером самый нужный момент и самый удобный хороший случай обратиться к участникам фотоклуба Полесье. Ребята, если кто-то когда-то соприкасался с фотоклубом Полесье, есть какие-то воспоминания, фотографии, архивные материалы, то, пожалуйста, в Музее истории печати и фотографии города Гомеля эти документы станут замечательными экспонатами, украсят стеллажи, на которых располагается вся история, вся ледопись этого легендарного фотоклуба. Кстати, мы сейчас постараемся дозвониться одному из участников народного фотоклуба Полесье, Константину Ивановичу Антоненко. Надеюсь, что он также с нами на телеканале Беларусь 4 смотрит этот эфир и спросим у него, что он помнит. Это один из очень интересных. Мне подсказывают, мне подсказывают с нами Константин Иванович Антоненко на связи. Алло, Константин Иванович, добрый вам вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит программа «Добрый вечер, Гомель», телеканал Беларусь 4. Меня зовут Александр Лупиненко. Сегодня мы говорим о том, что фотоклубу Полесье в этом году исполняется 45 лет. Скажите, а в каком году вы присоединились к этому фотоклубу? Я присоединился в 80-м году. Когда я приехал в Сосе и уже стал работать в Гомеле, то мне подсказали, что есть такой фотоклуб, потому что посмотрели там мои работы и говорят, есть такой клуб. Действительно, клуб очень интересен был. Он такой, знаете, самобытный. В каком плане? Что членами клуба его были люди различных профессий. От школьников до преподавателей университета. Такой, как Сейдин был, Беларуськое государственное университет транспорта. Учителя были. Вот, Яков Парисович Хайлин. Вот. И летчики были. И члены МВД, милиции. Организатор этого клуба был Тарнопольский Лев. Надо, вы знаете, надо отдать должное ему, способности организовать клуб. Это единомышленники были, члены клуба. Мы приходили там по четвергам. Ну, вам, наверное, расскажут, как это. По четвергам. А у нас был самовар такой на полтора ведра. Да, запускали туда кипятильники. Вот. И приходил кто-то с работы, кто-то со школы. Вот. Мазли, так и чайку. Скажите... Ну, конечно, стержень всего был. Фотография. Разговор о фотографии. Скажите, ну вот основная задача клуба была. Вот приходили вы туда по четвергам, собирались. Вы показывали друг другу какие-то фотоработы? Или вот как строилась работа? А о чем вы там разговаривали? Ну, например, если Ансель приходил, Вячеслав, он сразу начинал рассказывать о технике. Потому что он всегда знал самая передовая техника эта. А мы работы свои показывали, приходили и стремились вот как Якову Борисовичу Хавина, потому что это мэтр был. Вот. И, ну, конечно, эти работы посмотрят так, ну, покритикуют. Но другое. Когда в нашем клубе организовался вот круговой обмен межклубный, это 12 клубов страны, мы по существу, вы знаете, видели работы с 12 клубов страны. Каждый месяц. То есть работы одного клуба пересылались нам, мы месяц их держали, их рассматривали, их оценивали и потом отправляли дальше. То есть у вас был такой своеобразный обмен опытом? Да. И мы в курсе были у всех, как клубы, кто чем занимается, какие работы. Было и стремление к этому. Константин Иванович, расскажите, а вот что в то время фотографировали? Вот что было, ну, скажем так, модно фотографировать? Это люди, природа, это что было? Ну, нет. Вот, например, межклубная выставка была «Человек и время». Это Николаев. Николаевский клуб, он назывался «Корабел». Мы тоже присоединялись к этому. Поэтому вы говорите, вот что фотографировали людей, природу, все. Ведь у нас была постоянная выставка, ежегодная, лево организовала «Гомель и гомельчане». «Человек и лес». И к этой выставке уже в течение года люди готовились. Были задания определенные. Ну, вот давайте что-то будем то снимать. Снимали, приходили, критиковали, отбрасывалось это все. И было это интересно и для начинающих, и для метров. И для метров, совершенно верно. Скажите, ну вот... Знаете, что атмосфера была такая не только фотографией. Новый год встречали вместе, приходили семьями, ну, октябрьские там. Вот, и это было, ну, единомышленники. И такая добрая семейная обстановка была. Скажите, а есть ли такой профессиональный праздник, какой-то профессиональный праздник у фотографов? Да, конечно, как один фотограф, профессиональный праздник. Ну, мы до сих пор общаемся, ВКонтакте, ну, не все, но те, кто ходил в этот клуб. Константин Иванович, еще такой вопрос. Скажите, ну, вот в 80-е годы, в принципе, фотографии было удовольствием не дешевым. Много ли было членов фотоклуба «Полесья»? Я не могу вам цифру сказать, но много. Фотографии было дорогое удовольствие, но это, вы понимаете, 35 копеек стоила пленочка. Естественно. Плюс ее, да, плюс ее надо было потом еще привезти, плюс еще бумага, но зато было все это доступно. Вы понимаете, доступно. И вот это таинство, когда фотобумага, на фотобумаге появляется что-то. Совершенно верно, это точно. Да. Фотографировали все. Все хотели быть всеядными, но потом как-то уже так. Константин Иванович, вы сегодня тоже продолжаете фотографировать. Расскажите, какие темы сегодня вас интересуют? Мне сейчас трудно сказать. Дело в том, что я ограничил себя по состоянию здоровью, поэтому кроме Гомеля, в виде Гомеля, где-то природу, где-то птичек, вот я только этим ограничивался. А так, конечно, мы фотографируем, общаемся, общаемся с товарищами, которые были из Китаренко, из Громадчикова, из Белоусовы. Скажите, а какую фотографию сегодня предпочитаете? На что фотографировать? На пленку или на цифру? Ну, сначала я, знаете, сопротивлялся цифре, сопротивлялся, потому что... И проводил такой опыт. Ну, тогда техника немножко другая была, эта цифра, еще не настолько продвинута. Вот. Снимал, ну, допустим, цветы и пленкой, и цифрой. Печаталось это все, но уже не сам печатал, а на студии, на тело, а не печатал. И вот показывал я работы и фотографам, и просто вот любителям. Вы знаете, 90 процентов, этим не больше, показывали нравится пленка, от пленки. Хотя не знали, она абсолютно казалась ровно. Я пытался понять, а чем она для вас это интересно? Ну, вот, знаете, не могут объяснить, но на пленку показывают. Ну, конечно, я же снимаю цифры, это же быстро, это можно поработать, это... Ну, скорее всего, что в пленке живет какая-то фотографическая душа, согласитесь? Да, 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 вы правы, вы тут абсолютно в точку попали. Константин Иванович, огромное вам спасибо, что часть этого вечера провели вместе с нами, с программой «Добрый вечер, Гомель», здоровья вам и творческих успехов. Ждем от вас новых фотографий. Друзья, вам напомню, что с нами на связи был один из участников народного фотоклуба «Полесье» Константин Иванович Антоненко. Спасибо. Юлия, вот, а... Улыбаюсь прямо, вот, Константин Иванович, мы настолько дружим с ним, мы уже столько лет знаем друг друга, поэтому, скажем так, это тоже наш мостик, который нам рассказывает о фотоклубе, который сотрудничает с нами, и в фондах у нас, конечно, есть его работа. Но вот зато пришли к выводу, Руслан, вы подтверждаете то, что все-таки в пленке живет какая-то фотографическая душа? Абсолютно. К слову сказать, Константин Иванович также является почетным членом фотоклуба «Максимус», и на одной из творческих встреч, которые проводит фотоклуб, он также делился своим мастерством в области натюрморта. Потому что он, наверное, я не побоюсь этого слова, гуру натюрморта. Ну, когда-нибудь мы увидим эти работы и на фотовыставках. А скажите, я вот до сих пор с начала вечера вам не задал этот вопрос. Вы успели как-то соприкоснуться с легендарным Полесьем? Нет, с Полесьем я не успел соприкоснуться. Единственное, в каком плане? Я соприкоснулся с его руководителем, с Леотарнопольским. Это 1 июля 2016 года, когда проходила в музее, проходила международная выставка «Мы из Беларуси». И в рамках этой выставки проходило открытие как раз-таки фотоклуба «Максимус». И вот во время этого действия Тарнопольский пожал мне руку, сказал, продолжай. Берешь на себя очень ответственное дело. Пожелал творческих успехов. Тогда на выставке, на этой присутствовали мэтры, члены фотоклуба «Полесье», которые так с высоты своего опыта, ну, ребята, посмотрим, что у вас будет. Нет, ну, когда-то они же тоже начинали. И когда-то впервые прозвучала мысль о создании «А давайте создадим народный фото». А давайте создадим, да. Вот и у нас тоже так же в свое время прозвучало на одной из выставок «А давайте создадим». Мы создали. Вот, естественно, фотоклуб «Полесье» задал ту, наверное, планку, да, те ориентиры, которых мне, как руководителю фотоклуба, сегодня очень хотелось бы им следовать и продолжать, и приумножать. Ну, есть на кого равняться, тем более, что и богатое фото наследие осталось от фотоклуба «Полесье». Юлия, сегодня в студию вы к нам не с пустыми руками принесли очень много фоторабот, которые, вот, признаюсь честно, до эфира разглядывались с огромным удовольствием. Давайте покажем нашим зрителям, какие это работы, как работали мастера фотоклуба «Полесье», и, ну, на кого нужно равняться? С чего начнем? Да, ну, давайте, может быть, вот, портреты, да, мы говорили, что снимали, людей, например, снимали. На концерте, так, у нас… Они даже все с историей подписаны, да, и с печатями все задокументированы. Если мы можем крупнее показать, обратите внимание на то, что очень многие фотографии, которые хранятся в фондах у нас, они имеют печать, они имеют… Так, в какую сторону? Они имеют печать не только фотоклуб «Полесье», но и печать там, где они побывали, в каких городах. Так, какой-то мы, может быть, более… Ну, вот давайте покажем, кто изображен на этой фотографии. На самом деле это исторический снимок. Да. Это легенда. Эдита Пьеха, которая много раз, кстати, бывала в Гомеле. Поэтому… Кстати, а этот снимок сделан, я так понимаю, тоже в Гомеле на концерте? Я думаю, да. Будем надеяться. Мы, конечно, это еще изучим отдельно, но я думаю, да, вполне может быть, потому что даже вот в 2000-х годах два раза, да, она прям была у нас. Давайте я подержу, вы пока найдете этот снимок. Да, давай, может, я хотела еще найти какой-то снимок, который бы… Кстати говоря, вот, белочек снимали тогда, снимают сегодня, да, но вот мы видим, это черно-белый снимок. Белочки – это как классика, белый верх, черный низ. Классика, да. Гомель без белочек – это не Гомель, или белочки без Гомеля. Так, так, сейчас, вот, например, эта фотография была в Ялте, да, вот сначала мы покажем вот такую… А там не подписано, какого года эта фотография? Так, год тут не подписан, автор Сухан, называется «Автогонщик». Просто сколько же лет этому автомобилисту сегодня? Я думаю, что он уже давно совершеннолетний. Так, эта фотография побывала у нас в Ялте, так, вот, например, фотография Хавина, о котором говорил Константин Иванович, да, он великолепный и портретист, и репортажные фотосъемки. Ну, здесь у нас раздача автографов. Да, автограф Мелитона Кантария, кстати говоря, не просто так. Ух ты! Да, это человек, который водрузил знамя над Рейхстагом. Полнолуние. Белькович Николай Петрович тоже отдельно хотелось бы, наверное, поговорить об этом авторе. Здесь у нас огромное количество его работ, слава богу, уже в фондах у нас. Он… Также репортажные снимки у него великолепнейшие, так, есть… Ну, снимок прямо шикарный. Очень, да. Пейзаж. Прямо из журнала. Да, 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 он был много где опубликован. Ну, кстати, многие из этих работ, они публиковались… И учитывая то, что в то время не было пресловутого фотошопа и каких-то электронных средств, компьютерных средств обработки. Обработок, да. Ну, вот. Вот. Анатолий Федорович, обратите внимание… Городские гомельские реалии. Городские гомельские реалии. Это было еще сколько лет, наверное, 40 назад, да, можно было такую картинку встретить в гомеле, увидеть. Вот еще хотелось бы сказать, что вот Константин Иванович отметил, что были активные очень связи между клубами, да, и опять-таки он повторил, да, что из 12 стран Советского Союза фотоклубы имели возможность делать обменные выставки, да. Да, да. Например, фотоклуб Минск тоже. Это один из авторов и участников фотоклуба Минск. Какой? Какой-нибудь труд? Любых, не знаю. Это говорит о том, что фотографы всегда для того, чтобы поймать удачный кадр, они готовы на все залезть куда угодно, да, забраться. Я хочу сказать, что эта тенденция актуальна, осталась и в наши дни, потому что по роду своей деятельности приходится иногда наблюдать, как фотографы работают на фотосессиях. Все осталось, тоже техника поменялась. Сохранить главное здоровье. Вот еще хотелось бы обратить внимание. Шикарный кадр. Да, что тенденция к массовым съемкам или к коллективным флешмобам, это какие-то новые тенденции, ничего подобного, это тоже существовало. Опять-таки, Белькович год пока тоже не подписан. Но я думаю, что это 80-е годы, скорее всего, по одежде, можно судить. Ну да, по энергетике. Вот еще хотелось бы обратить внимание, это опять-таки Белькович, да, это даже подписано «Ударная комсомольская стройка Гомсельмаш». Мы в этом году, кстати, Гомсельмашу 90 лет, и мы также готовим большой выставочный проект, посвященный заводу Гомсельмашу и району Гомсельмашу. И это очень ценный такой исторический кадр, будет, конечно, представлен и на выставке. Антоненко Константин Иванович, он говорил, что он сейчас природу снимает, у него очень хорошие портреты, пейзажи. Это работа Константина Ивановича. Да, Константин Иванович, это тоже, наверное, 80-е годы. Я думаю, что он сейчас сам поностальгирует, когда увидит эту работу, которую, может быть, он не видел очень много лет, а может и десятилетий. Удивительный снимок. Так, вот еще, наверное, покажем. Эта техника называется карандаш, да, под карандаш. И, кстати говоря, это сегодня можно благодаря фотошопу в компьютере создавать различные чудеса. А раньше это все было сложнее, но так же, конечно, да. Руслан, вот вы, как фотограф-профессионал, вот скажите, сколько уйдет на производство такого снимка? Сейчас в фотошопе. Нет, не сейчас, тогда. Да, 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 это только наложение, что называется, в пресетах, либо в фильтрах, вот. Тогда я боюсь даже предположить, что, ну, это, скорее всего, что это будет трудоемкий процесс в несколько этапов. Да, 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 там накладывали, несколько раз фотографировали. Давайте еще раз ее покажем. Да. И все для того, чтобы зритель задержался на секунду и сказал, вау, как круто. Отлично. Все то, что называется классикой фотографии. Да, да, еще, наверное, хочется сказать, вот. Да, я специально придержал эти фотографии. Давайте их покажем и расскажите, что это за шедевры фотографического искусства? Опять-таки, да, можно говорить о том, что, казалось бы, да, может быть, традиционно в советское время снимали только портреты, пейзажи, может быть, еще что-то. Концептуальное искусство, оно существовало, да, еще, наверное. Вообще у нас в Беларуси с 20-х годов очень такие тенденции вообще во всем искусстве были, концептуальные, да. Активные, интересные. В 80-х годах также автор Левин, он тоже почитаем, считается мэтром, поэтому вот хочется показать, что концептуальные фотоснимки тоже были, да. Ну, может быть, последнюю модники. Вот, кстати говоря, это сначала саму фотографию покажем. Называется фотография сельские, так, деревенские мальчишки. Виктор Стрибук, город Светлогорск. Слушайте, но одеты очень стильные. Обратите внимание, да, этот снимок побывал также во многих городах. Вот здесь мы видим пять печатей, да. Это тоже снимок с историей. Ну, и, конечно, всегда старались детей приодеть во все времена для того, чтобы сфотографироваться хотя бы, да. Поэтому, если была такая возможность, вот ребята вошли в историю. По-моему, хорошая фотография, которая может украсить какой-нибудь дом мод или шоу-рум. Да, абсолютно. Держите Эдюту Станиславовну, а пока вы рассказывали, знаете, что я нашел? Вот еще такой вот замечательный снимок. Я думаю, что эту точку близ нашего города знают все. Бывали все домичане, да, в ресторане Чабарок. Обратите внимание. Вот таким он был в 1981 году. Опять-таки, фото-клуб Полесье, Бельков, Степан Константинович. И даже номер телефона здесь указан, и адрес здесь указан, и короткое описание того, что здесь изображено. Слушайте, а великолепные снимки просто... Великолепные. Это просто фото-шедевры. Хочется сказать просто, что когда мы разбираем, мы... Кажется, ой, боже, какие портреты интересные, какие пейзажи интересные, боже, какие они... Ну, и даже вот вчера я показывала Анатолию Рудченко, он был у нас в гостях, сказал, что вы очень хорошие снимки выбрали показать, потому что действительно там в архивах сохранилось то, что уже было и тогда признано, и сегодня профессионально. Вот уже прозвучала неоднократно мысль о том, что по стране было несколько таких фотоклубов, и все они обменивались фотографиями, обменивались опытом, какими-то темами, какими-то фотоприемами. Но в каждом ли регионе Беларуси был клуб возрастом 45 лет? Ну, вы знаете, на сегодняшний момент есть информация о том, что вот в Минске фотоклуб «Минск», он так и называется, и он существует сегодня, его история не прерывалась, да, если Полесье в связи с тем, что кто-то уехал, кто-то остался, как-то, наверное, никто не возглавил. Я думаю, что почему прекратилась история фотоклуба Полесье, просто никто не взял на себя ответственность, да, поскольку работа фотоклуба – это работа, это огромная организаторская работа. Фотоклуб «Минск», он существует и сегодня, у нас есть уже договоренность о том, тоже обменные фотовыставки будут. Что касается других городов, безусловно, тоже существуют областные. Мне сейчас сложно сказать, насколько прерывалась ли история, не прерывалась. По идее, это тоже надо изучить, и мы тоже, кстати говоря, сейчас обсуждаем о том, что с Витебском было бы хорошо, так это уже хотя бы межрегиональные, сделать фотопроекты. Руслан, на фотоклубе «Максимус», который вы возглавляете, какая основная миссия? Основная миссия фотоклуба нашего, вот сегодня мы, да, говорим о фотошедеврах. Хотелось бы эти фотошедевры не дать людям их забыть. К сожалению, тенденция последних лет пошла, вот мы говорили, да, сегодня, вот селфи, да, какая тут мода и так далее. Вот новое, все новое, хорошо забытое старое. Вот нам нужно все это старое сегодня возродить и дать людям этот продукт. Пускай это будет с приложением, с новой какой-то техникой, да, новых возможностей, вот, но тем не менее, показать людям, что, показать зрителю, да, я говорю, показать зрителю то, что помимо селфи, помимо всевозможных love story, помимо студийных красивых картинок, где превалирует не композиция, а просто какое-то красивое тонирование, превалирует еще и есть душа, есть композиция, есть свет, есть какая-то история, есть эстетика. Вот эту миссию взял на себя фотоклуб тогда, когда мы его организовали. Вот вы в одном из интервью, по-моему, даже сказали о том, что хотите возродить моду на классическую фотографию. Я бы не сказал, что это мода на классическую фотографию, да, но, то есть, это вот… Я бы хотел попросить вас продолжить развить эту миссию. Да, это вот как раз-таки, наверное, идет вместе с тем, что… Вот с моим высказыванием, что… Ну, я бы хотел… Я бы сказал, что это не мода на классическую фотографию, да, а это классические подходы к фотографии, вот. Ведь, ну, смотрите, что вообще, что такое классическая фотография? Что это такое? Это фотография, которая попадает на этапы первых явлений фотографии. Это конец 19-го, начало 20-го века, приблизительно 1890-1920-е годы. Некоторые авторы, некоторые фотографы продлевают этот временной отрезок до конца 70-х, 80-х годов. То есть, это именно черно-белая фотография, когда фотографы к каждому снимку, каждому кадру подходили с очень большой ответственностью. Ну, во-первых, наверное, это было дорого. Это… Дорого – это одна часть. Другая – то, что… Да, то есть, это уходили километры пленок, да. То есть, для того, чтобы поймать, изготовить один какой-то кадр хороший, это не один рулон пленки, там, в мусорнице. Страивался свет, продумалось, что так сначала этот один кадр с одной диафрагмой, потом этот же кадр с другой диафрагмой, выдержка и так далее. Вот. Фотографировали людей, фотографировали природу, фотографировали вот предметная съемка, да. Но сейчас, когда мы смотрим вот эти фотографии, от них теплом идет. Душа в этой фотографии есть. То есть, когда-то мы затронули в быловой эфир, да, секрет удачной… Да, 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 было дело. Секрет удачной фотографии. Да, 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 было дело. Что такое удачная фотография? Вот, это то, вот, фотография, в которой душа есть, которая есть эстетика, в которой есть история. Вы знаете, мы не затрагивали еще никогда один вопрос. А вот, а с чего началась ваша фотоистория? С моего дня рождения, 6 лет. Вот, если мы идем, если речь говорим… Вы попросили на день рождения фотоаппарата? Мне его подарили, я не просил, мне его подарили, это была смена 8М, классика, тоже классика, да. По-моему, все начинали с этой классики, потому что у меня тоже была смена 8М. Да, вот, она честно лежала у меня на полке, наверное, мне было лет до 11, до 12. Вот, я периодически давал свой фотоаппарат моим родственникам, которые уже были взрослые, и они фотографировали своих детей. Вот, а уже где-то, да, в 10 лет я сфотографировал своего кота. Вот, я помню тот восторг, который у меня был, когда вот, вот, Константин Иванович говорил, да, когда, ну, ты видишь, что вот «Таинство темных комнат», когда на фотографии, вот на чистом белом листе что-то появляется. Вот, это был восторг. Наверное, это у меня определило мое дальнейшее увлечение. А история создания клуба «Максимус», она откуда берет свое начало? Именно оттуда с 2016 года, когда Лев Торнопольский, ну, скажем так, сделал символическую передачу. Это было немножко раньше, в марте 2016 года у нас была фотовыставка «Шашелефам», это была совместная выставка трех авторов, вот, и во время неформального уже общения наша гомельский фотограф Любовь Носкова, она предложила мне организовать фотоклуб с тем, чтобы объединить фотографов. Вот, я разработал положение о фотоклубе, вот, было принято решение о том, что этот фотоклуб, фото-клуб, естественно, должен быть, должен быть организован, находиться при музее фотографии на тот момент, вот. И вот, 1 июля, это уже начало отчета деятельности фотоклуба, когда, собственно, произошло его открытие торжественное. Как сказал Константин Иванович, они по четвергам собирались, у них был на полтора ведра самовар, чайные церемонии, обмен опытом. Как проходят будни в фотоклубе «Максимус»? Мы приостановили немножко свою деятельность, мы находимся, скажем так, ну, наверное, в состоянии творческой паузы, вот. Но, да, мы также проводили свою работу, то есть мы собирались либо раз в квартал, либо раз в месяц, и каждый раз это были новые темы, но так или иначе связанные, как я уже говорил, с классическими подходами к фотографии. То есть мы беседовали о том, различные темы, экспрессия фотографии, психология фотографии. Константин Иванович, вот, как я уже говорил, делился с нами мастерством. Давал мастер-класс. Натюрморты, да, мастер-классы. Вот, мы говорим, мы, например, обсуждали какие-то премудрости студийной съемки, вот, какие комбинации цветов усиливают восприятие фотографии. Для того, чтобы фотография зацепила светом, цветом, вот, какие наиболее удачные сочетания цветов, чтобы, ну, например, в одежде что-то подчеркнуть? Я просто сейчас хочу получить от вас небольшой мастер-класс. Приглушенные бежевые цвета, красные, красные тона. Я не сторонник, я вообще снимаю черно-белую фотографию. Пленка или цифра? Цифра. Цифра. В свое время я также немножко противостоял цифре, потому что, наверное, это дело привычки. Цифра, она нам дает все-таки большую четкость, больший контраст, и, наверное, это одна из тех причин, почему, если мы показываем одну и ту же фотографию, сделанную на пленку, сделанную на цифру, мы все-таки у нас, мы подсознательно тянемся к пленочному отпечатку, она более мягкое изображение дает. Говоря о цветах, наверное, все-таки я бы приглушал цвета, не делал их столь контрастными, тогда они будут более восприимчивы для глаза. В мир фотографии, на ваш взгляд, дорога открыта всем или мир фотографии, скажем так, только для избранных? Снимать могут все. Фотографировать те, у кого, наверное, да, есть, как мы говорим, склонность. Вот. Снимать могут все, и мы ведь сегодня видим, да, что людей с фотоаппаратами, с дорогими фотоаппаратами на улицах города много. Вот. Вопрос в том, насколько ты понимаешь, что ты снимаешь, для чего ты снимаешь, для кого ты снимаешь, вот, и как ты снимаешь. Мне хотелось бы тоже добавить, что, с одной стороны, есть, наверное, потребность у людей, которые взяли фотоаппарат, чувствуют себя фотографами, посетили какое-то количество занятий на курсах, и они уже говорят, вот мы были на курсах, мы фотограф такой крутой-крутой-крутой. Но если человек не получил специализированного образования и считает, что, например, одних курсов достаточно, и он уже считает себя профессионалом, наверное, это не так, да, это просто вот для какого-то момента. Есть фотографы, которые всю жизнь учатся, да, у которых есть мастера-учителя, которые говорят, что вот этот мастер, например, в портрете, этот мастер пейзажа, и они готовы понимать и говорят, что вот это мастер, я еще так, я еще учусь, хотя он уже, например, снимает лет 20, да. Поэтому хочется сказать, что у нас сегодня фотографы даже, которые, может быть, лет 5-10 снимают, они, наверное, у них нет понимания того, чтобы ты оставил след фотографии, да, если ты хочешь развиваться, то, наверное, надо обратить внимание и на фотоискусство, на метров, да, на... Есть огромное количество фотографов, которые готовы поделиться знаниями, да, но я не скажу, что есть прям такая потребность, да, есть понимание, может быть, нет понимания того, что надо развиваться, учиться в мастер. Да, нет, может быть, желания иногда. Ну, может быть, соответственно, понимая того, что чтобы... Иногда, то есть, гораздо проще, как мне кажется, гораздо проще, ведь есть уже автоматика, да, ведь есть цифра, да, кажется, что еще? Я ведь нажал на кнопку, и все остальное цифра сделает. Действительно. Вот, и все. Вот. А что так можно было? Вот, да, вот. Но на самом деле ведь наша вот отечественная школа фотографий, она нам оттуда дала так много правил, ведь, да, есть композиция, есть экспозиция, есть правила золотого сечения, есть перспектива, это... Есть утренние часы, вечерние часы для подосъемок. Да, 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 есть свет, да, то есть, если ты хочешь что-то снимать, какую-нибудь ту же самую делать, фотосессию свадебную, да, ведь Норман хороший фотограф, он заранее придет на эту, на локацию и посмотрит, как ложится свет в разное время, чтобы, опять-таки, либо показать, либо тень под глазами, либо... Ясный взгляд. Да, либо ясный взгляд. Мы сегодня посмотрели и много работ фото-клуба «Полеси». Фото-клуб «Максимус» периодически делает фотоотчеты о проделанной работе, представляет свои выставки. А скажите, на сегодняшний момент, что в Гомеле и в Гомельской области, скажем так, еще не перефотографировано? Что еще осталось, скажем так, ну, то, куда фотографы, в частности, фото-клуба «Максимус», не добрались? Я, наверное, могу ответить. Давайте перефотографируем. Почему я? Потому что хотелось бы, например, чтобы мы зафиксировали уходящий город, да, ведь очень город стремительно растет. Конечно, меняется. Поэтому вот многоэтажный деревянный Гомель, он, ну, или залинейный район, да, мы не всегда обращаем на него внимание, а там есть такие удивительные уголочки, либо какие-то старые дворы, например, застройка 20-х годов, либо 50-х годов. Да, 50-е, да, годы, когда Гомель восстановился, это такая удивительная архитектура даже дворов, да, то бишь вот принято, что Гомель, это условно там 3-4 какие-то локации, которые все снимают, и вот это бренды, а у нас столько уголочков, которые еще не зафиксированы. Мы как-то тоже думаем, наверное, может быть какие-то... Одна из наших ежегодных выставок, как раз-таки мы хотели показать наши дворики гомельские, как раз-таки вот 50-е годы, да, в прошлом году, вот. Но мы столкнулись с очень большой проблемой, то есть тогда, когда мы стали собирать материал в этих двориках, просто либо стеклопакет, либо балкон обшит уже металлопрофилем, либо просто-напросто масса машин, и которые, к сожалению, не дают нам это вот показать, эту историю. Но здесь же на помощь придет фотошоп. Либо опять-таки ловить надо, да, когда все машины уехали. Лучше, да, лучше, то есть в один и тот же дворик приходить десятки раз в разное время и ловить, но не делать фальш, не обманывать зрителя. Окей, продолжим эту тему чуть позже, дорогие друзья. Далее, оставайтесь с нами, далее в нашей программе будет на телефонной связи наша гостья. Еленка Домброва, профессиональный фотограф, член Белорусского общественного объединения фотографов, член Белорусского союза дизайнеров, автор выставки «Свет и тени», которая, к слову говоря, сейчас проходит в стенах Музея истории печати и фотографии города Гомеля. Не переключайтесь обо всем сразу через несколько мгновений. Еще раз всем добрый вечер, кто вместе с нами проводит это замечательное время. Это телеканал «Беларусь 4». Ну а говорим мы сегодня о фотографии в целом и о том, что фотоклубу Полеси, легендарному фотоклубу Полеси в этом году исполняется 45 лет. Ну а также говорим о том, как продолжается развитие фотодела в нашем городе. Юлия, возьмем день сегодняшний. Сегодня в вашем музее истории печати и фотографии проходят разные уникальные выставки. Еще свежи воспоминания про выставку молдавского фотохудожника Дана Гурцу. Сейчас люди идут посмотреть на уникальный фотопроект «Свет и тени» минского фотографа Еленки Домбровой. Немножко, несколько слов расскажите ваше впечатление и что говорят посетители. Ой, вообще, вы знаете, я очень люблю наши все фотопроекты. Причем мы говорим о том, что мы делаем выставки и профессиональных фотографов, и любителей. Вот в данном случае мы открыли выставку Еленки Домбровой. Это такие удивительные работы, на которые смотришь, и ты не понимаешь, тебе кажется, что, может быть, это живопись, а на самом деле это фотография. Ты не понимаешь, где это могло быть сфотографировано, это выглядит как картина. Ее натолкнуло на эту выставку. Она сама расскажет, да? Расскажите, как вы с ней познакомились. Где вы находите этих талантливых людей? Вы знаете, по всему миру, да? Для того, чтобы организовать выставку из Молдовы, мне пришлось съездить в Армению с Еленкой Домбровой. Мы познакомились в Гомеле благодаря фотографу Вячеславу Бахметову. Как-то у меня получается, не знаю, завязывать контакты всегда из любой встречи. Я с кем-то знакомлюсь, сразу предлагаю какие-то проекты, которые мы реализуем через полгода, через год, через два. Поэтому, скажем так, мы заинтересованы в поиске профессионалов и интересных людей, мастеров, и их показываем. Если мы видим, что люди готовы предоставить нам эту выставку, то всегда откликаемся и сами предлагаем даже. Я вам скажу больше. Этим вечером Еленка Домброва с нами на прямой телефонной линии из Минска. Еленка, добрый вечер. Алло. День добрый. Здравствуйте, как нас слышно? Здравствуйте, Александр. Это Гомель, вас приветствует. Программа Добрый вечер. Гомель, телеканал Беларусь-4. У нас в гостях сегодня и Юлия Купреева, директор Музея истории, печати и фотографии Гомеля, и Руслан Карпов, руководитель фотоклуба «Максимус». И рады приветствовать вас в нашем эфире. Прекрасно. Слушаю вас. День добрый. Еленка, расскажите, мы обсуждаем вашу фотовыставку «Свет и тени», ваш фотопроект. Расскажите, как вообще пришла эта идея создания именно такого очень эксклюзивного проекта? Ну, скажем так, у каждого фотографа должны быть какие-то проекты и серии. Это может быть проектная фотография на социальную тему, на злободневные какие-то вопросы решать. Это может быть фотография как археология, то есть аналоговые какие-то снимки, поиски собственной идентичности. Но я взяла именно авангардную, как возможность проявить мою индивидуальность. Ну, как говорил Йозеф Бой в свое время, «твори как художник». Да, конечно же, такая фотография у меня возникла неспроста. Она оказала большое влияние произведения таких художников, как Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Кандинский. Всем мы знаем известное произведение Малевича «Черный квадрат» и «Красный квадрат», да? Но для меня самая моя любимая работа – это точильщик. За счет линий такая экспрессия звука чувствуется в этой картине. Ну, на мой взгляд, она гораздо сильнее, чем «Черный квадрат» и сравнима, ну, разве что с работой Дюшанны, обнаженно спускающейся по лестнице. Ну, это все живопись, правильно? А если мы берем уже во внимание фотографии Ласла Махойнать, это когда прямая печать на фотобумагу без фотоаппарата. Но, опять-таки, это аналоговый процесс. А как сделать такую фотографию или нечто подобное уже при помощи сфорового фотоаппарата? Ну, это очень длительное время мучило мое воображение, и в итоге появилась такая серия «Игра света и тени». Ну, это просто целая технология, которую вы, собственно говоря, и создали. Ну, я не могу сказать, что я ее создала. Скорее… Ну, или воплотили в реальность. Что, простите? Ну, или воплотили в реальность эту технологию. Ну, да. Я как бы… Нет, такой был подход. Без вмешательства никакого фотошопа. Это не калаш. Это реально, вот действительно, то, что успела выхватить мой глаз, скажем так, через фотоаппарат, я успела это запечатлеть и выразить. Еленка, расскажите, а ведь есть… Я немного изучил историю этого фотопроекта. Ну, рождался он, ну, как бы не за месяц и не за год. Несколько лет ушло на то, чтобы получилась серия этих снимков, и, ну, как бы процесс шел очень-очень непросто. Так ли это? Да, так это совершенно правда. Первая фотография, которая датируется в этой серии, это 2009 год. В общем-то, это работы «Окно», и если мне не изменяет память, «Последняя капля» и «Реквием Моцарта». Это как раз все три работы датируются 2009 годом. С этих работ и начался весь этот проект. Возможно, он был бы чуть-чуть другим. Дело в том, что несколько лет назад «Гоносный жесткий диск», на котором хранилась моя вся информация, и творческая, скажем так, подноготная, в один прекрасный момент сломался. И оказалось утрачено большое количество информации. Поэтому, ну, копировать надо, но не всегда мы это все успеваем сделать. Ну, а так как проект и эта серия, это было исключительно для души, я не ставила себе никаких временных рамок абсолютно. Но в какой-то определенный момент просто срабатывает вот этот, знаете, щелчок внутри, что все, серия закончена. Это не значит, что я не буду продолжать снимать в таком же ключе. Абсолютно нет. У меня есть другие направления в этом же стиле, в этом же духе. И, например, на выставке, которая сейчас проходит в городе Комель, одна из работ как раз под названием «Фараон», она как раз и показывает другое вот это ответвление, там, работы, отражение линии на снегу в зеркальном формате. Как бы сделан снимок, как мне, почему «Фараон», как мне показалось, там человек, который медитирует. То есть это исключительно такие мои внутренние ассоциации как художника. Еленка, а вот на ваш взгляд, в чем сила фотографии? Ой, в чем сила фотографии? Ну, давайте так, рассматриваем изначально для чего была создана сама понятие фотографии. Это в первую очередь документ. И, конечно же, с этой точки зрения села фотографии именно в ее документальности. Именно поэтому так важно создавать музеи фотографии. И если касаться нашей Республики Беларусь, то много снимков было уничтожено во время Второй мировой войны, Первой мировой войны, это история. То есть они несут в себе такой пласт документальный, исторический. Это один момент. Ну, а второй момент, опять же, фотография, это для любого художника, как кисти, это просто инструмент для того, чтобы выразить собственное я, собственные видения, какие-то внутренние переживания. Есть у вас еще один необычный проект, называется он «Между прошлым и будущим. Дневник воспоминаний». И скажите, после «Света и тени» увидят ли гомельчане ваши новые проекты? Ну, это, конечно, зависит от гомельчан. Если пригласят, то буду рада, конечно, показать, в том числе и этот проект. «Между прошлым и будущим. Дневник воспоминаний» – это проект, который посвящен району Минска, «Грушевка». Начался он тоже, в общем-то, давно, и как любой фотограф, естественно, ходишь и запечатлеваешь какие-то знаковые моменты в своем городе. Для меня это почему-то стали знаки моменты Второй мировой войны, так как мы знаем, что в Минске было Минское гетто, Зондер-гетто, и огромное количество ДОТов сохранилось. То есть наше прошлое очень плотно переплетается с нашим настоящим, и мы об этом даже не задумываемся. Даже был такой момент, когда я снимала ДОТы по улице Чернышевского, молодой мальчишка, 12 лет, пробегая мимо на Москву, она говорит, «Тетка, а что вы тут фотографируете?» Ну вот я говорю, вот ДОТы, Второй мировой войны. Говорит, да ладно. И то есть вот эти вот такие удивленные глаза ребенка, для которого вдруг дошло, что это не просто какая-то часть кубообразная, выступающая из земли, это ДОТ, который внесет в себя какую-то информацию историческую, скажем так. Делая такой проект, для себя очень сильно углубилась в изучение ДОТов, которые находились на территории Грушевка. И, естественно, когда, опять же, автор работает, он коммуникациирует так активно с людьми, подходят какие-то бабушки, начинают рассказывать, «Ой, вот вы знаете нашу историю, а вот напротив там кинотеатр, который был построен по проекту «Зои Брод» 1956 года. Ой, как это жалко. А вы знаете, что у нас там работала тетя Целия во время войны? Она там была контужена, она плохо слышала. У нее штатуировка была на руке, да вы что? И вот постепенно, постепенно эта информация стала раскручиваться, раскручиваться. Как потом выяснилось, эти ДОТы на территории Грушевской даже легли в основу одноимонного произведения Галины Васильевской, «Бывая Грушевка», которая была издана, если мне не изменяет память, в 1983 году, где она конкретно описывает момент, что эти ДОТы строили плен немцев во время войны. А там уже районы, многие здания были построены уже пленными немцами. То есть получается, это 1938 года, вперед ВОВ и после войны. Еленка, я думаю, что это уже было достаточно информации для того, чтобы заинтересовать и нас, и наших зрителей этим фотопроектом. Я предлагаю сделать следующее. Ну, скажем так, пообещайте, что в обозримом будущем вы все-таки приедете к нам в студию программы «Добрый вечер» и побывайте у нас в гостях. И я думаю, будет очень много интересных рассказов. С удовольствием. Отлично. Спасибо вам большое за то, что часть этого вечера провели вместе с нами. Всем, друзья, напомню, что с нами на телефонной связи была Еленка Донброва, профессиональный фотограф, член Белорусского общественного объединения фотографов, член Белорусского союза дизайнеров, автор выставки «Свет и тени», которая в эти дни проходит в Музее истории печати и фотографии города Гомеля. Спасибо большое. У нас несколько мгновений еще есть продолжить беседу. Мы сегодня поговорили о фотографии со всех сторон. вспомнили легендарный фотоклуб «Полесье», узнали, что происходит у преемников, у фотоклуба «Максимус». Но в залах Музея истории печати и фотографии города Гомеля можно не только увидеть много всего интересного, можно еще и локации у вас созданы для того, чтобы делать фотосессии. Расскажите. Абсолютно верно, да. Мы же понимаем, что современная... Почему? Прошу рассказать, потому что сам об этом совершенно недавно узнал. И я хочу, чтобы об этом знали все наши зрители. Вы знаете, мы настолько активно, у нас выставочная деятельность, что я смотрю по сети, нас стали воспринимать как какой-то выставочный центр. И нам приходится говорить, что, господа, это музей фотографии, да, здесь создан, здесь существует постоянная экспозиция, здесь огромное количество фотографий и фотоаппаратов, и, безусловно, есть локация для фотографирования, фотозоны, для селфи, для... Да, да, каких угодно. Там манипуляции можно производить специальными, там, такие тарфоретики, которые мы приготовили тоже. В принципе, любой музей имеет выставочную площадь для того, чтобы привлечь внимание к основной экспозиции, да. У нас получается такая активная выставочная деятельность, что даже немножечко за кадром осталась постоянная экспозиция, которая, безусловно, интереснейшая, информативная. Такой в Беларуси больше нет, поэтому приходите к нам в музей фотографии, вы увидите, и... А если вы попросите экскурсию вам рассказать, вы просто останетесь в восторге, как все люди, которые от нас уходят, реально очень удивляются, понимают, что школа огромная, что есть что посмотреть, что услышать, и дальше предлагать следующим людям приходить в наш музей. Несмотря на то, что фотоклуб «Максимус» сейчас временно на паузе, но все-таки, наверное, какие-то планы на обозримое будущее у вас есть. Руслан, делитесь, чем будет, ну, не удивлять, какие... Чего бы хотелось, чего бы хотелось. Новые проекты, новые, то есть... Ну, вот если я правильно понял, то уже, ну, скажем так, будет развиваться мысль о том, чтобы сделать фотопроект «Наши старинные дворы». Один из... Один из... Вообще, да, то есть все наши ежегодные выставки, они направлены в той или иной степени на то, чтобы знакомить гомельчан и гостей города с нами самими, с гомельчанами, да, то есть это либо гомельские, либо это гомельские зарисовки, гомель и гомельчане те же самые, да, с двориками у нас была идея организовать выставку под названием «Непарадный вход», да, то есть именно... вот, ну, немножко не получилось, да. Но название хорошее. Да, но я думаю, что мы в этом направлении и будем работать, то есть, смотрите, это и вечерние, это и витрины нашего города вечерние, вот, это девушки в кафе, это перила, это... То есть сейчас вот если вот пройти по центральной улице, то это минимум 3-4 проекта, вот, над которыми можно начать работать. Поэтому у нас в этом плане еще, что называется, непочатый край. Скажите, а двери фотоклуб «Максимус» всем открыта? Ну, для этого нужно знать, что ты можешь дать фотоклубу и для чего нужен фотоклуб тебе. Я думаю, у многих возникнет вопрос, где же вас искать? Вы в интернете есть? Да, у нас есть официальная страница в соцсетях, это ВКонтакте, вот, а в городе мы расположены в музее истории и фотографии печати по улице Комоноропия. В музей снова приходите, да? В музей снова приходите, да? Я хочу сказать вам огромное спасибо. Ну, например, я с огромным удовольствием увидел, ну, вот этот вот снимок. Можно я еще раз его покажу? Это легендарное заведение, которое, ну, вот... Это история уже. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что благодаря таким фотографиям, таким снимкам, которые хранятся в фондах музея истории печати и фотографии города Гомеля, мы возвращаемся назад, мы получаем какие-то позитивные эмоции, мы смотрим, понимаем, как это было. Ну, и, друзья, просто всем настоятельно рекомендую, найдите время и посетите выставки, посетите экспозиции, которые представлены в этом музее, и вы не пожалеете. Спасибо вам огромное, что занимаетесь крайне полезным делом. Фотография все-таки запечатлевает нашу историю, показывает нас со стороны смешными, грустными, веселыми, в различном эмоциональном состоянии, потому что, ну, это наша жизнь. Что пожелаете нашим зрителям? Оставайтесь собой, радуйтесь жизни, понимайте, что нужный момент, он может не наступить, или нужный момент, он сейчас, он сегодня. Поэтому цените жизнь, цените своих близких, будьте здоровы и счастливы. Спасибо вам большое, жду вас в гости снова, с интересными проектами и рассказами. Друзья, вам же хочу напомнить, это была программа «Добрый вечер, Гомель», завтра будет еще один вечер, и, безусловно, он будет добрым. А на сегодня все, удачи вам, пока. Субтитры подогнал «Симон»